Татьяна, добрый день. Очень рады видеть вас в качестве спикера и участника конференции Грани по учингу в бизнесе. Представьтесь, пожалуйста. Речкунова Татьяна, начальник управления по работе с персоналом отделения Банк Патерстан, Сбербанк России. Спасибо большое. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы приехали сюда из Казани, насколько я понимаю, с какими-то ожиданиями? Насколько сейчас эти ожидания вами оправданы? Что это были за ожидания? Самые положительные были ожидания, потому что предварительно я посмотрела все фамилии спикеров и темы, которые они будут рассматривать. И это сейчас как раз то, что необходимо любому коллективу для того, чтобы, работая с людьми, продвигать любой бизнес, которым они занимаются. Поэтому все очень даже здорово совпало. Можно сказать, что вы получили какие-то новые знания, новые знакомства или что-то новое, что позволит вам быть более эффективной в своей работе, в личной жизни? Это хорошая площадка, чтобы увидеть старых знакомых, с которыми много взаимодействующих, с которыми есть уважение. Здесь очень важно было посмотреть, как работают в других организациях HR и что-то сравнить с компанией, в которой я работаю в Сбербанке. И с тем, что происходит у них много совпадает. И это говорит о том, что в целом люди и взаимоотношения, они, конечно, похожие. Поэтому, конечно, можно брать то, чем делились коллеги и применять уже непосредственно у себя. Скажите, у вас был очень интересный доклад о том, как система коучинга работает в структуре банка. Что для вас является вообще коучинг в бизнесе, в коммерческих компаниях? Это про что? Мне кажется, если называть себя коучем, то это очень-очень ответственно. Но уже менее тревожно, чем было раньше. Потому что раньше, назвав себя коучем, люди мало понимали, что это такое. На сегодняшний день в Сбербанке, да мне кажется, и вообще в России, коучинговые подходы, работа с коучем по сопровождению, в развитии своих лучших качеств, своего потенциала сейчас просто очень востребована. И в данном случае мне думается, что если это начнет применяться к бизнесу, то, безусловно, это даст свой эффект. А что могли бы вы пожелать компаниям, которые еще только находятся в начальной стадии, в начальном пути и думают, а нужно ли вообще даже пробовать? Да, нужно пробовать, начинать обязательно. Нужно и быть смелее в этом вопросе. И начинать, конечно, нужно с первых лиц. Тогда точно все будет очень даже здорово. Спасибо вам большое. Спасибо вам.